Я такой же человек, который вышел 14-го числа в 11.00 из Жодина. Меня забрали на Машерово 39. Я должен был идти 11-го числа на усиление. Я бывший работник МЧС. Я не побоялся. Я вышел на улицы. Меня принял ОМОН во дворе. Меня забрали туда. Я не боюсь это рассказывать, потому что я здесь уже стою, и мне терять нечего. Нас забрали туда. Мы стояли 2 часа до 2 часов ночи на растяжке. Нас завели в спортзал. Потом нас положил на землю ОМОН и избивал дубинками. Потом нас держали до 5 утра в карцере. Возле этого на нас только начали составлять протоколы. Мы по 15-20 человек сидели в одной комнате. Дышать было нечем. Нам не открывали даже двери и воды не давали попить. Потом нас привезли в Жодино. Мы еще сидели там 3 дня. Меня обманули на целые сутки, и меня потом повели на суд. Суд не созвали, но сказали, он еще будет. Меня выпустили досрочно. После этого я приехал на работу. Меня уже увольняли не тогда, когда я пришел на работу, а уже 7-м числом на меня уже был написан рапорт. То есть я уже был уволен из органов и подразделений. На что мне ответил начальник, зачем ты туда ходил, я забрал. Я ему ответил, чтобы это изменилось, чтобы были честные выборы, чтобы людей на улице не сбивали, не забирали просто так. На что он мне ответил. Нормальные люди, которые сидят дома, они выходят на улицу. Если бы ты сидел на месте, на диване, тебе бы не забрали, и ты бы работал дальше. Я ему сказал, мне такая жизнь не нужна. Я не хочу сидеть на диване и смотреть, как моих друзей, моих родителей, близких, да вообще любых людей просто сбивают на улицу и забирают не пойми куда. И потом родители, близкие, друзья, родственники, они ищут по 3 дня, как моя мама меня искала. И она только на 3-е сутки узнала, где я нахожусь. Я когда выходил из Жодина, у меня чуть ли слоза на глаза не выкатывались. Потому что я видел, там люди по 2 дня стояли, и они просто ждали своих близких. У меня все спасибо. Близбет! Близбет! Молодец! 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 Молодец!